Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделю. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию. Виноградарь и винодел по призванию. С вами все это понятно и доступно. В сегодняшнем ролике мы с вами поговорим о том, что такое вторичное вино или вино из жмыха. Сразу говорю, что технологии не будет. Об этом есть другой ролик, кому интересно. Сегодня мы поговорим, что это такое, какие у него достоинства и недостатки, и стоит ли вообще с ним возиться. Итак, что такое вторичное вино или, как я уже сказала, вино из жмыха. Когда мы делаем наше стандартное вино, сбраживаем его на мезге, у нас происходит определенный этап, когда мы мезгу отделяем от сусла. И мы можем взять вот эту мезгу, поместить ее в раствор воды и сахара и таким образом получить второе вино. Ну, на самом деле, конечно же, это не совсем вино, да, это спиртосодержащий напиток. В чем его минусы? Очевидно. Ну, конечно же, в концентрации. Да, потому что в первом вине у нас все концентрировано, у нас практически в гармонии, в сахар, кислота и ароматические вещества. Во втором вине будут перекосы по этим показателям. И качество второго вина будет очень сильно зависеть от степени разведения, от того, сколько мы берем воды. И второе, от того, сколько мы первый раз держали на мезге. Смотрите, если мы держали, ну, к примеру, да, там, мы любим легкие вина, мы держали день-два, то логично, что в мезге, в шкурках осталось еще достаточно много различных веществ, ароматических, красящих, да, которые она еще может отдавать. Но ситуация другая. Мы держали дней 10, там уже практически все вышло, и потом это водно-сахарный раствор. Уже там точно ничего хорошего не получится на перегонку, да, вот шкурки там дадут, чуть-чуть ароматики на перегонку, хорошо. Остальное нет. В одном из учебников, годов примерно 70-х, я встречала вот приготовление такого второго вина, как способ фальсификации вин. И там говорилось о том, что если оно сделано грамотно, да, если сделаны грамотные расчеты, то отличить его от первого вина на том уровне развития технологии было практически невозможно. Ну, конечно, сегодня технологии шагнули далеко вперед, это раз. Во-вторых, это возможно только на первоначальных этапах. Пока это вино совсем молодое, потому что в дальнейшем, все равно, как бы мы ни старались, содержание красящих веществ, содержание ароматики, содержание танинов, вяжущих веществ, содержание кислоты, оно несколько другое. И со временем, когда вино начинает созревать, вот в этом вторичном вине возникает дисбаланс. И такое вино плохо хранится, оно быстро состаривается, оно быстро окисляется. То есть для потребления в молодом виде, ну да, оно более-менее подходящее. И, кстати, можно встретить в интернете такие рассказы, как вот группа туристов или вот какая-то компания, вот они попробовали первое вино и второе, и однозначно сказали, что второе лучше. Ну, на самом деле, это люди, которые в вине, к сожалению, не разбираются. Что для большинства, вот, ну, простите, я назову это дилетантами, я не считаю это каким-то оскорблением, все мы так или иначе дилетанты в каком-то деле. Так вот, для дилетантов что вине важно? Не кислое, да, о, сладенькое, все, значит, это вино уже хорошее. То есть человек еще не настроен на то, чтобы ощущать какую-то ароматику, ощущать гармонию вот этого самого вина. И все, что для них не кислое, а еще лучше сладенькое, это хорошо и вкусно. Но это проходит, да, со временем это проходит, когда ты начинаешь больше погружаться в мир вина. Развиваешься в нем, да, развиваешь свои вкусовые рецепторы, то понимаешь, что уже не то. Сейчас перехожу конкретно к нашему опыту. Да, несколько лет мы делали вот такие авторики, и мне казалось, что, в принципе, оно там вполне себе хорошее. Еще, кстати, есть такой метод, как мы делаем первое вино, второе вино, а потом их смешиваем. Вы сдержитесь, пожалуйста, от этого. Вот, ну, конечно, конечно, вот, если вам там совсем кисло, да, если у вас совсем дисбаланс по вино, это можно сделать. Но если вино более-менее вот по кислоте, с ним все хорошо, не делайте так. Объясняю, почему. Потому что вот как раз-таки понижение кислоты, вот я все время рассказываю про кислоту, что она важна для вино. Вот прям, ну, очень важна. Наряду со спиртом, это вот две, ну, есть еще третики, да, но это то, на чем держится все виноделие. Поговорим еще отдельно, ну, для меня это такая немножко больная тема. Так вот, значит, кислота, еще раз повторю, это основа вина. Во-первых, основа вкуса, во-вторых, основа его сохранности. В определенной среде, до определенной степени кислоты, другие организмы не развиваются. Более того, чем кислее вино, тем меньше оно окисляется. Окисление – это процесс присоединения кислорода с получением нового вещества, с новыми свойствами. То есть это не скисание, пожалуйста, не путайте. Потому что для многих начинающих, да, кислота – это, а, это скисло, это плохо. Еще раз, окисление и скисание – это абсолютно разные процессы. Так вот, если кислоты мало, вино быстро окисляется, оно очень быстро теряет свой цвет. Вот, красное становится таким коричневым, более светлым. Кстати, даже вот, вставлю вам фотографию вот здесь. Вот это вторяк. Окисленное вино, вот оно такого цвета. И во вкусе там уже ничего нет, там абсолютно все разрушилось. Возвращаемся, да, что на определенном этапе, опять же, чтобы не занимать лишнюю посуду, мы вот это первое и второе смешивали. И я помню тот момент, когда, ну вот, настает примерно такое время, сентябрь, время сбора нового урожая. И я смотрю, старые бутылки, благо их осталось немного. Их осталось, наверное, две или три. И они испорчены. В одном было гуашь, прям такая вот, вот реально банку с гуашью открываешь, да, тот же вкус, тот же запах. Отвратительное. А во втором было, вот прям такие копчености, копчености. И оно мутное, мутное, страшное, такое ужасное. Пить его было невозможно. Было очень жалко, но повторю, что, к счастью, там было буквально пару бутылок. Ну, на тот момент я не придала этому значения, что это вот из-за этого второго вина, да, я не шибко знала, что такое пашь, не шибко в это вникала. Теперь уже, исходя из опыта, я понимаю, что вот это разбавление, оно сделало зло. Понимаете? Оно как раз-таки и поспособствовало порче моего вина. Потому что сейчас вот у нас еще последняя бутылка лежит в подвале вина урожая 21-го года. Я думаю, что вскоре мы ее откроем. Ну, буквально там месяц назад была еще одна такая бутылка, мы ее открывали, пробовали. Замечательное вино, прям такое. И свежее, и вкусное, и все с ним хорошо. То есть, понимаете, мы уменьшаем сохранность. Конечно, если мы хотим выпить вино молодым, и нам мало по количеству, то, да, можно этим баловаться. Ну, тоже, во-первых, не жадничать, добавлять воды мало. Опять же, там, видео, где я рассказываю, как это сделать, можете смело воду вот уменьшить еще до половины. Получится лучше. И, конечно же, жмых, ну, должен быть, его не надо там сильно отжимать раз, и, второе, недолго держать на мезге первый раз. Ну, тогда может получиться что-то более-менее достойное. Конечно, в идеале, в идеале уже, если этим заморачиваться, то хорошо было бы померить паш специальным прибором, да. Если нужно довести кислоту до необходимого для сохранности уровня, ну, это уже начинаются такие танцы с бубнами, что овчинкой вообще не стоит выделки. Еще, значит, что со вториком, я заметила уже потом, да, не сразу, а когда мы его стали употреблять отдельно, там больше чувствуется спирт. Если классическое вино с начальным сахаром 20 брикс, я спирт не чувствую совсем, мне его вкусно, приятно пить. То вторяк с 20 брикс изначально, это уже такой, ну, вот, спирт чувствуется. Опять же, почему? Идет дисгармония по ароматике, по кислоте, по всему, по всему, и спирт начинает выпирать. И опять же, ну, лично мне не нравится, я не хочу чувствовать спирт в вине. Для меня это, ну, категорической нет. И еще такой последний момент, да, про нашу историю со вториками. В прошлом году, ну, мало, мало было винограда, такой не очень хороший год, но было много яблок. И мы решили сделать вторяк, как бы, не на воде, а на яблочном соке. То есть сделать такой микс всего. Ну, единственное, что яблочный сок у нас же сахаристость примерно 12-13%, да, для сидра замечательно, но мы решили довести его до 20%, то есть, как бы, сделать яблочное вино с добавлением виноградного жмыха, да. Надеюсь, что мы получим классный продукт. Отвратительно. Вот результат получился отвратительным. Лучше бы мы этот сок перевели в сидры, и было бы гораздо вкуснее, гораздо приятнее. Опять же, вот этот выпирающий спирт. Понимаете, даже на основе яблочного сока казалось бы, да, что смешение должно было дать что-то интересное. Ничего интересного оно не дал. Получилось отвратительно, и все. На этом наша история со вториками категорически закрывается. Нет, ничего хорошего с этого не получается, ничего вкусного с этого не получается. Хранится оно не хранится, возник все равно, да, надо там сахар добавить, затраты воды добавить, еще раз все это там на мязге держать, перемешивать, потом опять это отжимать, потом опять все это ставить в бутыли. Короче, для нас это уже не интересно, это пройденный этап. Вы, конечно, решаете сами для себя, надо вам это или нет. Но повторю, что если вы решаете, что вам, ну, мало, да, вот, все-таки хочется, пробуйте, делайте, но не жадничайте раз. На мязге первый раз держите немного, чтобы хватило на второй раз. И помните, что вот это надо выпивать в первую очередь, вот пока оно молодое. Потому что потом, ну, это, это обо что. Единственное, что еще можно сделать с авториками, ну, так более-менее, это вермуты. Вот, да, туда еще травок всяких, сахарку, ну, и опять же, получится, конечно, далеко не идеальный напиток. Ну, вполне себе такой, опять же, если есть недостаток, да, если есть потребность, то можно с этим поработать. Но мы решили все отказаться, переходим на другой уровень. И еще касательно кислоты, это же не тема сегодняшнего разговора, но я уже понимаю, что нам кислоты в винограде и виноградной ягоде недостаточно. И нам надо смотреть какие-то более кислые сорта для того, чтобы вот с ними работать и где-то кому-то подмешивать. То есть это определенный этап развития винодела. И я думаю, что многие, кто хотят развиваться в этой области, да, вы к этому придете. Ну, еще финально, да, я вначале обмолвилась, что кто-то вот считает, что вторичное вино, оно лучше и вкуснее, чем первое. Никогда. Вот вторичное вино, само его название, понимаете, как осетрина второй свежести, да, она никогда не сравнится с первой. Ну, даже не стоит стараться. Просто надо понимать, что вино, для того, чтобы оно приносило вам наслаждение, нужно пройти определенные жизненные этапы. Мы не едим сырое тесто, мы жарим блины, да, мы булочку печем тоже определенное количество времени. И если вот мы ее не допекли, она такая сплюснулась, ну, съесть, конечно, можно, но вкусно не будет. Точно так же и с вином. Абсолютно такая же история. Ему надо дать пройти его жизненные этапы. И тогда оно будет вкусным, тогда оно принесет вам наслаждение. И в какой-то момент вы скажете, вау, как классно я сделал. Ну, просто надо проявить выдержку и терпение. Ну, а касательно вторичного, если есть потребность, опять же, ну, кто вам запретит, делайте, ну, вот я вас как бы предостерегаю от того, чтобы смешивать. Если вы хотите первое хранить, если вы работаете вот там с очень кислыми сортами, да, с альфой и с изобеллой, ну, в таком случае это, кстати, более технологичный способ и более лучше будет, чем если вы изначально будете разбавлять водой. Почему? Потому что, как бы, диффузия веществ, она идет до определенной степени, есть такое понятие, как насыщение раствора, то есть, ну, чуть-чуть лучше будет идти процесс, он несколько более технологичный, но вообще лучше так не делать, лучше работать с качественным материалом, лучше научиться работать с кислотой, тогда таких вопросов у вас сильнее возникать не будет. Надеюсь, было вам полезно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. До новых встреч!